Привет друзья! Решил я посетить знаменательное мероприятие, настоящий тематический средняковый фестиваль Яблоко Славы. Фестиваль проходил в сердце исторически третьей столицы России Ярославля, в Спасо-Преображенском монастыре, фотографию которого вы с легкостью найдете на купюре номиналом 1000 рублей. Особой гордостью лично для меня стало то, что главным организатором мероприятия был клуб, который я могу назвать своим родным, Оружейная башня. Итак, на территории Спасо-Преображенского монастыря, многие реконструкторские клубы Ярославской и ближайших областей открыли свои тематические уголки. Так прогуляемся немножко по ним. Тут мы могли научиться играть в гусли. А здесь нам открылись настоящие торговые лавки, где продавцы, одетые в средневековой одежде, предлагали приобрести вручную воссозданные изделия средневековой культуры. Дети развлекались на мягком оружии тембарах, пытаясь фехтовать на них, как на мечах. Отмечу, что в России даже есть целое спортивное направление по подобному фехтованию. И вот сейчас мы уже видим, как соревнуются взрослые на подобном оружии. И вот, наконец, уголок клуба оружейной башни, где все происходит по-взрослому. Бойцы в средневековых стальных доспехах на стальном оружии вышли на ресталище, чтобы выяснить, кто же из них профессиональнее владеет одручным мечом и щитом. Турнир проходил по правилам спортивного фехтования. За попадание начисляются с судьями очки. И тут я не удержался, и сам решил помочь своим сокутникам и побыть судьей. Субтитры создавал DimaTorzok Несмотря на хмурую погоду, фестиваль удался. Всем клубам, принимавшим участие в фестивале, удалось преобразить Спасо-Преображенский монастырь на 500 лет назад. И, соответственно, поделиться с жителями Ярославля атмосферой быта наших предков. Лично я получил заряд положительных эмоций, за что всем участникам отдельное спасибо. Если вам также интересно Средневековье, как и мне, и вы живете в Ярославле, то Клуб Оружейная Башня будет вас ждать с распростертыми объятиями. Ссылка на группу Клуба будет в описании. А я буду ждать тебя на своем канале вновь. Не забудь подписаться на канал и до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok